У одного игрока 1112 лошадей. Ребята, это вызов. Всем здорова, с вами Менеки Канал. Сегодня я хочу вам показать статистику, или как сказать правильно, аналитику Star Stable. Например, какая самая часто покупаемая лошадь. Про клубы там очень интересная тема, про самые часто покупаемые предметы и про игрока, у которого 1112 лошадей. А самое интересное, что это, ребята, аналитика разработчиков. Начну, пожалуй, с амуниции на лошадь и с одежды. Начну с амуниции. Самый покупаемый товар в этом году, то есть в 2023, сейчас уже 2024, конечно же, это вот этот басал. Честно, я ни у одного игрока не видела этого басала, либо я слепая не туда смотрю. Но у меня у самой, даже в шкафу, этого басала нет. Что это за басал, мне теперь стало интересно, надо будет его пойти и поискать. Напишите, кстати, в комментариях, купили ли вы этот басал или нет. Значит, самая часто покупаемая кофта является вот эта желтая кофта. Я вот так на нее посмотрела, да, она красивая, она мне тоже нравится, но я ее тоже не покупала. Я не понимаю, то ли статистика врет, то ли просто я, наверное, какое-то отклонение от статистики, да, ребята? Причем на картинке там уже определенный стиль идет, вот этот желтый с коричневым. И, по-моему, у меня вот этот вальтрап есть. И, возможно, да даже невозможно, а есть вот это седло. Лина, ты, наверное, какое-то отклонение от нормы, явно. Напишите в комментариях, у кого есть эта кофта, у кого ее нет. Самая покупаемая конюшня, это, конечно же, ребята, ферма Стива. Тут дурак догадается. Да, возможно, кстати, в 24-м году у ферма Стива потягается с конюшней Вилдейл, потому что в конюшне Вилдейл, вот, например, я 25-й уровень, я не хочу на ферму Стива переезжать, потому что мне очень удобно. Я могу, например, убежать куда-то в лес, да, когда формлю святичков. Я могу хлоп-ты пыхнуться к конюшне, это очень удобно. Кстати, напишите в комментариях по поводу вот этого, все вы так делаете или нет. И вообще, я еще такая думаю, блин, что-то подзадолбал лес, потом такая, нет, не подзадолбал. Ну, короче, я хочу что-то в другую конюшню переехать, потому что, грубо говоря, в одних и тех же местах снимаю. Типа, ты понимаешь, что если ты уедешь, ты не сможешь фармить святачков? Если я буду, например, на какой-то ферме Стива жить, то, ну, и что, ну да, а да, конечно, ферма Стива, это центр карты, конечно же, ее выбирают. Но валик в плане фарма лучше. Про другие конюшни я вообще молчу, кто у них живет, непонятно. Ну, там не то, что они плохие конюшни, какие-то некрасивые или хрень, там, локации, нет. Не в этом дело, дело в том, что есть, понимаете, удобные конюшни, а есть неудобные конюшни, сильно далеко от всех, где нет игроков. И вот ферма Стива, это удобная очень конюшня, потому что она находится в центре карты, и коневозка очень близко. А конюшня в ЛДЛ лучше всех в плане фарма. У конюшни в ЛДЛ есть огромный минус. Ты когда, короче, из конюшни выходишь, ты как наркоман идешь этих дурацких светлячков. Просто лайк за это, кто наркоманит с этими светлячками. Я уже как наркоман реально превращаюсь. А если, например, на ферму Симы переедешь, то да, действительно, ты вышел, а светлячков нет, наркоманить негде. А вот с этой статистики я была немножко шокирована. Всего лишь 19% игроков состоят в клубе. Чего? Кого? Чего нахрен? Как так, 19%? Давайте рассудим. Я 24 на 7 играю в Старс Сейбл, постоянно захожу в игру, каждый день. Но могу, конечно, день пропустить, но это в очень редких случаях бывает. Никакого бы я игрока не видела, они все, мать его, в клубах. Когда-то давным-давно, когда я еще вступала в клубы, когда еще даже толком-то блогером не была, когда в других клубах не собственный клуб был, то там девочки пытались набрать людей. И что самое смешное, вот мы стоим на ферме Стива, да, и там любая девка выйдет, она везде будет с клубом. Везде, мать его. В очень редких случаях девки бегали без клуба. И то, если девки бегают без клуба, их просто начинают закидывать приглашениями. А давай ты вступишь в мой клуб? Я прям помню, как у нас глава бегала. Девочка, девочка, без клуба, надо быстрее в клуб пригласить. Ребята, это просто, наверное, жеза для игроков, которые без клуба ходят, да? Напишите, кстати, об этом в комментариях. Как мне Катя говорила? Алина говорит, да проще, говорит, купить вот этот клуб за 50 старкоинсов. Типа, якобы быть там одной, и никто к тебе приставать не будет. Потому что, ну реально, ребят, если вы ходите без клуба, к вам любая девка пристанет, которая будет вас зазывать в свой клуб непонятно какой. Ну, конечно, бывают хорошие клубы, но в основном, конечно, клубы, не пойми какие, там зазывают там, либо нет участников, либо тренировки не проводятся. Короче, думаю, вы знаете, про что я говорю. Я девочкам своим, соклубницам показывала эту аналитику, мы даже с Олесей ее обсуждали. Олеся сказала то, что и соклубники также сказали, что Алина, типа, ну блин, вообще это нормально, что 19%, потому что очень много игроков, скорее всего, разработчики по этой статистике идут, которые просто тупо не заходят в StarSable, либо заходят, ну, очень-очень-очень редко. И у таких людей нету клуба. Люди, которые постоянно активничают и играют, им явно играть одним скучно, и поэтому они, скорее всего, вступают в клубы. Но у активных людей, вы сами понимаете, что очень мало, в основном, очень много заброшенных аккаунтов, которые, скорее всего, входят в этот 81%. Лучше бы разработчики считали по игрокам, которые сидят в онлайне, потому что, ну, согласитесь со мной, сколько бы я ни бегала по StarSable, в основном все бегают, ребята, с клубом. Неважно, с каким, они просто состоят в каком-то клубе. Еще эта аналитика, кстати, осваивается не только на нашей России. Возможно, в России в основном все вступают в клубы у нас, а, например, за границей у них такого нет. Не знаю, может быть, только русские таким занимаются, может быть, русским, наоборот, больше компаний ближе, а англичане, наоборот, это не любят. Напишите, кстати, в комментариях по поводу этого. Теперь, наверное, самое интересное, про что вы хотите услышать, это про самых популярных лошадей, которых купили большинство игроков по статистике. На третьем месте стоит голландская полукровная, в принципе, я с этим полностью согласна. На втором месте стоит, конечно же, Лепицаан, которого, кстати, почему-то некоторые сказали, что это бревно, но многие купили. Но, опять же, давайте не забывать, это не только по России статистика, это вообще по всем странам, по всем серверам. И, конечно же, на первом месте будет Мустанг. Конечно, мой топ очень сильно отличается от этого топа, но по поводу Мустанга я прям соглашусь, потому что Мустанга сделали, ну, просто божественную и самую лучшую анимацию. Модель, анимация, все очень круто проработано. И, скорее всего, из-за этого все игроки купили Мустанга. Ну, судя по этой статистике, значит, наверное, практически у каждого игрока есть Мустанг. У каждого тупо в конюшне, кто когда-либо раз покупал лошадь или донатил. Вот по поводу Лепицаана у меня огромный вопрос. Когда я снимала обзор на Лепицаана, очень почему-то плохо посмотрели этот обзор. Да, обзор на Мустанга собрал много просмотров, там 12 тысяч просмотров. И я сделала как бы такой вывод, но, опять же, я понимаю, что по просмотрам не надо делать вывод какой-то. Были такие особы, это прям особые определенные, которые сказали, что очень топорная анимация у Лепицаана, но он встал на второе место. Хрен его знает. Но скажу вот сама по себе. Своё мнение по поводу Лепицаана. У нас были клубные липы, я на липе на своём вороном. Ой, капец, как долго я скакала. Постоянно только на липо, на липо, на липо. Надо поснимать шорту с Лепицааном. И только с ним, и больше ни с кем. То есть, на самом деле, я Лепицаанов тоже очень любила и не понимала, почему говорят, что топорная анимация. Нормальный Лепицаан? Я он запёр. Ну, а вот, кстати, голландская полукровная, возможно, Лепицаана бы обогнала, если бы вышла немного раньше. Потому что, скорее всего, люди ещё банально просто не успели купить голландскую полукровную. Лепицаан-то вышел раньше. Лепицаанов уже много кто купил, а про голландца ещё никто не знал. И мне кажется, например, в 24-м году, возможно, голландец перегонит. Хотя у нас ещё будет много новых лошадей. И посмотрим, переплюнет ли какая-нибудь лошадь мустанга или нет. Блин, мне даже интересно, что это будет за лошадь. 0,12% игроков запомнили весь свой гардероб. Не знаю, зачем нам эта информация, но я так поняла, вот эти все страницы, которые в гардеробе, вот эти 0,12%, я даже не знаю, сколько это человек, даже примерно посчитать не могу, потому что я не знаю, сколько в Старстейбл игроков играет. Полностью заполнили гардероб. Ну, у меня много одёжки, но чтобы мне заполнить прям весь гардероб, мне ещё очень надо долго пахать. Не, я просто извиняюсь, это сколько надо Стархоинсов и Шиллингов Юрвика потратить, чтобы заполнить весь гардероб. Я просто даже представить этого не могу, ребята. А самое, наверное, что я представить не могу, что один из нас, какой-то игрок, не знаю, миллионный, не миллионный, вообще миллионный играет в Старстейбл, имеет 1112 лошадей. Итак, сейчас будет математика с Алиной. Я посчитала 1112 разделила на 18, потому что одна страница лошадей, это 18 лошадей. Короче, у этого игрока 60. Одна страница полностью забита, а 62-я немножко забита лошадьми. То есть мои 17 страниц, ну, просто отдыхают, ребят. Почему, когда я была там на 15 уровне, я думала, ооо, 300 лошадей, это так много. А потом, когда мне сказали, что у кого-то игрока 1112, я такая, 300 лошадей, это мало, это очень мало. Ну, ребята, вы спросите, разработчики заявляли о том, что вообще в игре у нас 400 лошадей, не больше. Типа, откуда этот косарь? Откуда он вообще взялся? Мы начали засуждать со своими соклубниками. И пришли к такому выводу, что, скорее всего, этот игрок покупал всех эксклюзивных лошадей, абсолютно все, которые были за вот эти все... Сколько у нас? Разве я был 12 лет, по-моему, да? Поправьте меня еще в комментариях. Покупалась вся эксклюзивщина, по две масти. Покупались все лошади всех мастей обязательно, и старые, и новые, и второе, и третье, и вообще все лошади. И, возможно, этого даже тоже не хватит. И, возможно, у этого игрока, скорее всего, по второму кругу, то есть лошадей же можно две одинаковых масти купить, и он по второму кругу пошел покупать лошадей. Мне почему-то кажется, что это именно так. Вот напишите об этом, кстати, в комментариях. Тема для рассуждения очень интересная. Как набрать косарь, если всего в игре 400 лошадей? Ну, типа, не больше. Ну, может, сейчас, конечно, больше, до 450, может, до 500 дошло, но все равно, ребята, тысяча, это много. Вся меня вот эта аналитика просто поражает. Жду прям с нетерпением ваше мнение в комментариях. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был миленький канал. Всем пока-пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok